Вот такой вид у нас самолета Взлетаем уже Взлетаем Взлетаем Взлетели Взлетаем Взлетели Взлетели Боквей большой Взлетели Красивый аэропорт Взлетели 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 Так, так, так. Сегодня мы начинаем интересную прогулку. Ух ты! Вот это да! Сегодня начинаем интересную прогулку по Перми, по центру. Посмотрим, что тут. Какие достопримечательности, основные, так сказать, арт-объекты. Так что будет интересно. Не переключайтесь. Смотрите, какая лужа. Вау! А это стадион Динамо. Прямо в центре находится. Стадион Динамо. Самый центр города Перми. Прокуратура Пермского края, политехнический университет. И вот там вот дали Кама внизу. Сейчас будем двигаться в ту сторону, смотреть достопримечательности. А вот есть платные парковки. Опять же, работают, интересно? Работают, видимо. Потому что в Ростове жители отстояли. Парковки платные убрали. Хотя автоматы остались. Никто ничего не платит. В Перми, видимо, платят. Вон машин сколько стоит. Вообще очень интересно. На здании прокуратуры висит объявление аренда и телефон. Да, это не прокуратура. Но там как бы вот сбоку прокуратура и тут аренда. Интересно. Вот такая вот остановка интересная, пермская. Необычная. Зато может укрыть много народу. Вот маршрутная сеть города Пермь. Сегодня у нас путеводитель не из интернета, а путеводитель это коренной житель города Перми. Немецкий ресторан Августин. Какое-то странное место. Никто не заходит и не выходит. Вот сколько снега. Это конец марта. Отель Прикамья. Три звезды. Смотрите, такой приличный. Отель, видимо, еще с тех времен советских. И рядом еще у нас какая-то гостиница. А вот Пермяк Соленые уши. Сейчас мы снимем сначала сюда. Смотрите, автор скульптурной композиции Рустан Песмагилов. 2005 год. Дар жителям. Для традиций. А здесь с этой стороны отель Урал. Смотрите, какой огромный. Ну и символ города Пермь. Это, конечно, вот мишка. Это сюда нужно обязательно прийти. Потереть и лапу, и мой хвост. Ой, и нос. Уши можно. Такой вот пермский мишка. Культура пермской медицины становится 12-й недвижимости. С этого года. О, какой мишка. Красавчик. Надо ему потереть обязательно носик. А еще лапу надо потереть. Вот тут лапочку. Вон какая лапа. А еще можно уши вот так потрогать. О, с пермской мишкой. Вот он такой здоровый. Пермский мишка. А здесь вот торговый центр Колизей. Патриум. Ну и вот этот отель Урал. Сум. Куда же без Макдональдса, конечно. Ага. Вот такая аллея. Как она называется, правда, я не знаю. Это Комсомольский проспект все. Комсомольский проспект. Вот, смотрите, отсюда вид на гостиницу Урал. Там медведь. И там вот впереди, впереди уже нас ждет Кама. Здесь все то же самое. Магазины, как везде. Чип-эндип, Литуаль и бла-бла-бла. Тут очень интересная такая вот аллея. Идешь вниз куда-то. Потом, видимо, придется идти вверх. Да, видимо, потом придется идти вверх. И сжигать калории. Но снежок начинает идти, снежок. А снег то идет, то не идет. И чем ближе к Каме, тем холоднее становится. Там вот у гостиницы до Урал казалось, что, ну, как-то тепло. А сюда вот вниз идем, как-то уже и похолоднее, похолоднее. Ну, хочу напомнить, что сейчас у нас конец марта 2021 года. И посмотрите, какие залежи снега вот здесь вот находятся. Да, просто. И еще хотел сказать, что очень много, конечно, нечищенных тротуаров. И идти очень сложно. Вот в центре здесь, здесь они почищены. Здесь видно, вот посмотрите. А вот мы были в индустриальном районе. Там, конечно, как хочешь, так и иди. Ничего не почищено. И идти очень трудно. Очень много снега. Поэтому коммунальщики в Перми привет большой. Надо как-то работать с этим все-таки. Потому что ходить должно быть удобно не только в центре, но и на окраину города. Немножко прогулявшись, решили уже зайти в Чикин. Дабы это не откладывать на долгое время. Мы пришли в Чикин. Это пермский такой ресторан. И взяли очень... Да, это как Макдональдс. Мы взяли очень много вкусностей. Сейчас как-то пробуемся. А Светулька наша гуляет с дедушкой. Ха-ха-ха. А если ты Светулька посмотришь, когда за это видео, то ты будешь очень на нас обижаться, что мы тут без тебя съели очень много всяких крылышек вкусных. в Чикине, в Перми. Мы забрали свой заказ. Смотрите, что у меня. Смотрите, какой огромный. Смотрите, какой огромный. Крылья. Какие-то эти, бедро. Еще кимчи какая-то штука. И кофе. Красота. Вот уж снег. Святой Николай Чудотворец. Сейчас будет открываться чудесный вид на Каму. Правда, туман. Мамин Сибиряк. Памятник. Так, инотектурный ансамбль Соборной площади. И вот мы подходим и видим прекрасный вид на Каму. Сейчас я вам покажу. Вы обалдете от этого вида. Смотрите. Здесь такая вот интересная лесенка вниз. Во всех городах, где вот есть река крупная, всегда есть какая-то лесенка. Здесь вот такая. Можно гулять. Там набережная. Вот беседка такая. Ангел. Нет, что это? ПМЖ 1. ПМЖ 1. Марина Спивак. Ангел. Смотри его тоже. Интересно. И вот тут такой интересный, смотрите. Тут такая набережная. Прогулочная. Смотрите, там красота. Туда далеко-далеко. И вот мы спустились по лесенке вот сюда вниз. И тут написано вот такими буквами. Сначала мы не поняли, что написано. Но тут написано счастье. Счастье. Да. Такой вот тут проходик под ЖД путями на набережную. Вон какие-то там аттракционы. Подходим прямо к самой набережной, к воде практически. И вот мы на набережной. Вон поехали. Тойота. Там игровые. Площадки. Порт, видимо. Мост. Тут, наверное, красиво вечером. Здесь что-то было, видимо, масленица или что. Всякие гуляния. Это подсолнухи. Бабочки. Выглядит симпатично. Ну вот, мы мечтали покушать по секундчике, а тут все закрыто. Есть только вот эти большие скамейки. А там вот какой-то ларечка открытся. Смотрите, лампочки горят. И такая площадка смотровая. Это как в этом. Севкабельпорт. Там наверху-то стояли, помнишь? Идем по набережной. И нашли какую-то карту. Сейчас будем проверять, что это за карта. Еще набегались, поиграли в снежки немножко. Это Пермь, да? Вот мы здесь. Арт-объекты. А, новогодние арт-объекты. Елки здесь было отмечено. На Новый год, видимо. Мы встретили очень необычную породу собаки. У нее один глаз какой-то черный. Вся она серая. Очень непонятно. Будем сказать в интернете, что это за собака. Если кто знает, напишите. Ну, конечно, купаться запрещено. В таком-то снегу, чего бы и не искупаться. Арт-объект Музыка Ветра. Смотрите, автор Рустам Исмогилов. Ой. Нет, уже должен на дно она. Здесь такое место. Это причал. Здесь отходят теплоходы прогулочные. По Каме, которые катают. Ну, еще, наверное, они куда-то отходят. И здесь как раз находится одно из знаменитых мест Перми. надпись «Счастье не за горами». Сейчас я вам ее покажу. Так вот идем. Такой тут мостик. Касса. И вот она надпись. В фильмах она, да, там во многих. Где-то географ Глобус пропил. Потом реальные пацаны. Ну, еще во многих. Вот она, в общем, эта надпись. А как-то же были фотки, что тут затоплено было. Ограждение. Вот так вот нарисовано просто. И все. Нарисовали, и все. И красиво. И тут мы с вами подходим вот к карт-объекту. Сейчас с ним за горами. Да, вот все его так фоткают. А тут есть, оказывается, табличка. Вот такая интересная. Вот тут все написано, что это такое. Борис Матросов. Автор. 2009 год. Ну, ладно. Посетили этот арт-объект. Пойдем дальше исследовать город Перм. Пермяк, соленые уши видели. Медведи видели. Чикен видели. Пробовали даже. Счастье, не за горами, тоже увидели. Идем дальше. А это вокзал. Перм первая. Какой красивый. Перм первая. Выход запрещен. Такая вот станция вокзала Перм-1. И тут мы вот выходим на перрон. Вот такая красота. Какие люстры. Все такое в дереве. Прям симпатичное. Прогуляемся через такой вот мостик. Через ЖД пути. В поисках исторического паровоза. Но что-то мы его не можем найти никак. Куда-то он делся. Уехал, наверное. Завод Шпагина. Такие надписи красным тоже, как счастье, не за горами. Все будет хорошо. Больше нечего ловить. Какой-то фестиваль, пермский период. Вот запрятали. Вот точка кипения. Шпала. Или рельсы. Что, это рельсы? Рельсы. И вот такой станок. Это специально. Станок это специально для Алексея. Алексей, если увидит, поймет, для какого Алексея. О, какой станок. Только посмотрите, какие глыбы льда. Прям голубой лед. Красота. А это завод Шпагина. Как арт-пространство такое. Здесь какое-то необычное такое арт-пространство на этом заводе. Снега полным-полно. Везде все позакрыто. Непонятно вообще, работает или не работает. В общем, паровоз мы так и не нашли. Вот тут такие современные дома. А тут такой старенький домик. Ну и ничего. Улица Советская, дом один. Решили зайти в храм. Мы его видели на горе. Он такой симпатичный. Петропавловский собор. Вот так вот. Вот так вот встречает солнце нас. Возможно, видно. Не знаю. Посмотрим, как. А вот машина пытается выбраться. Часы отсчета до 300-летия Перми. До 300-летия осталось 814 дней. А там памятник Татищеву. Татищеву, основатель Перми. А там отсчет времени до 300-летия Перми. Достаточно тяжело, на самом деле, ходить. Потому что очень много тротуаров с неубранным снегом. Из-за этого как-то такая пешеходная экскурсия. Она очень так трудно дается. И тяжело. Но мы посетили достаточно много объектов сегодня. Поэтому сейчас поедем уже к дому на трамвайчик. Ух, мы сегодня нагулялись. И что-то подустали, конечно, походили. Взяли вам тортик. Такой вот тортик интересный взяли. Будем сегодня пробовать его. В общем, такая сегодня прогулка. До встречи. Пока-пока. Давай, вальтов еще брось. Вальтов брось. Вальтов. Шестерку брось. Вальтов.